Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день как важно нам вспомнить о том чувстве, которое иногда так мешает нам, так иногда огорчает нас, так иногда приводит нас в смятение, а порою и в отчаяние. Что это за чувство? Это чувство страха. Сегодня мне хотелось бы несколько слов сказать о страхе, о его причинах и о возможности его преодоления. Евангелие, которое было предложено сегодня в Православной Церкви, это Евангелие о том, как Иисус Христос пошел по воде к своим ученикам, которые плыли поздно ночью, как сказано, в четвертую стражу. И вот Христос идет уже в начале четвертого часа ночи к своим ученикам. В это время на море поднимается буря, ветер, лодка их подвержена опасности, и они убоялись. Но вот Христос идет, и они не узнают Его, они думают, что это призрак, И Петр восклицает, Господи, если это Ты, позволь мне прийти к Тебе по водам. Слышат ученики слова Христа, ободритесь, это Я, не бойтесь. Вы слышите эти слова Христа, давайте напишем на скрижале своего сердца. Ободритесь, это Я, не бойтесь. И Петр просит пойти ко Христу по воде, и Спаситель говорит Ему, иди. И тот наступает на воду, она его держит, он делает несколько шагов, но, испугавшись ветра, начинает тонуть. И кричит, Господи, спаси меня, погибаю. Когда Христос подходит к нему, извлекая из пучины морской, говорит, зачем ты усомнился, маловерный? И тогда, извлекая Его из воды, они вместе входят в лодку, и все ученики исповедуют Его, воистину Ты, Сын Божий. Вот эти слова должны для всех нас стать очень важным уроком. Страх в мире существует двух видов. Есть благоговейный страх, а есть страх животный. Чем один от другого отличается? И в чем причина одного и другого? Давайте внимательно разберем. Благоговейный страх – это страх, который открывает нам еще Писание Ветхого Завета. Моисей, который предстал пред невопалимой купиною, действительно имел этот благоговейный страх перед Господом. Он даже хотел снять обувь с ног своих и услышал голос от Господа. Моисей, Моисей, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Этот благоговейный трепет, страх перед Богом. Мы с вами знаем, патриарх Иаков тоже, когда увидел ночью лестницу от небес до земли и от земли до неба, и ангелов, сходящих и восходящих на небо, он ощутил в своем сердце этот благоговейный страх перед всемогуществом Божьим. Если мы вспомним царя Гедеона, который, увидев чудо Божие, убоялся. Убоялись ученики страхом, который невозможно как бы преодолеть. Преодолеть страх человеческий. Но этот был благоговейный страх перед Христом. Но есть и животный страх. В чем его природа? Природа животного страха – это боязнь стихийных бедствий, утраты имущества, потери близких, страх, что я буду делать без них? Если закончатся деньги, как я буду жить? А где вера ваша? Где упование ваше? А может быть, будет утрачено здоровье? А может быть, от меня отвернутся все? Как мне жить? И вот эти чувства страха на каждого из нас словно ветер нападают. И наверняка каждый переживал это чувство животного страха. И вот сегодняшняя Евангелие научает нас побеждать страх любовью ко Христу. Почему Петр боялся? Потому что он отвел свои взоры от Христа. А стоит возвратить ко Христу все взоры сердца, как человек получает от Бога помощь. Как Петр. Он тут же получил помощь от Христа. Он извлекает его из воды и спасает утопающего Петра. Мы с вами часто слышим эти слова Господа. Моисею Господь говорит – не бойся. Аврааму он говорит – не бойся. Я щит твой. Вот почему потом и Авраам будет считать имя Господа своим знаменем. И скажет – Господь, знамя мое. И вот этот страх преодолевался страхом благоговейным. Страх человеческий преодолевается благоговейным страхом пред Господом. Об этом благоговейном страхе говорит нам Священное Писание. «Придите, чадо, страху Божьему научу вас». Начало премудрости – страх Господень. Не животный страх, а благоговейный страх перед Господом. И вот этот страх мы, новозаветные христиане, испытываем, приступая к Святой Чаше. Об этом Церковь и напоминает нам о благоговейном страхе. Со страхом Божьим и верою приступите. Не бойтесь, не дрожите, но благоговейте перед Святым Причащением и перед Чашей Христовой. Вот к чему зовет нас Церковь. Вот в чем и есть эта премудрость – от страха благоговейного удалить себя от страха животного. Мы с вами знаем, что в современном мире трудно не переживать. Но если мы с вами будем наполнять сердце любовью ко Христу, то, читая Священное Писание, мы, христиане, должны как можно чаще открывать и читать Евангелие. Мы прочитаем там такие удивительные слова на путь. «В страхе нет любви. Истинная любовь изгоняет страх. Любовь, страх побеждает. Она доверяет Богу так, как ребенок доверяет своей матери. Он не переживает, что он может упасть с ее рук. Ведь как страшно быть так высоко над землей. Мать берет его на руки, и ребенок не переживает. Он знает, что он в надежных руках. Вот если мы так будем доверять Господу с любовью, как родному отцу, который никогда ничего плохого нам не желает, а наоборот, говорит нам, не бойтесь. Вы слышите? Не бойтесь. Я с вами во все дни до скончания века. И когда мы почувствуем в сердце такую любовь к Богу, то мы перестанем испытывать животный страх. Всем сердцем и душой своей полюбим Господа. Вот этого хотелось бы сегодня пожелать всем нам. Давайте услышим эти слова, которыми часто напутствует в завершении своих богослужений Святая Церковь. А народная пословица заключила эти слова в следующем замечательном выражении. Кто Бога боится, тот ничего не боится. А кто Бога не боится, тот всего боится. Давайте жить с благоговейным трепетом и страхом пред Господом. Страхом не о боязни, а о боязни оскорбить нашего Небесного Отца. Значит, жить по Евангелию, посещать храмы, чаще причащаться святых Христовых тайн и не бояться. Вот этого мне хотелось бы всем вам сегодня пожелать. Не бойтесь, ибо я с вами, говорит Христос, во все дни, не только с апостолами, не только там, у этой бушующей волнами погибающие лодки с апостолами, а во все дни я с вами. И до скончания века. Аминь. Аминь. Аминь.